Стоять! 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 Что такое? Убежать хотел? Ну что, ну и пусти, пошли. Вы девушку за что ударили? Вперёд, что? Тоже хотел нагреть нас, вот! Бюро юридических услуг. Дождите, дети, люди! Я слёзы лью три месяца! У меня сына нет! Друзья, мы закрыли этих мошенников. Теперь мы ждём возбуждения уголовного дела. Сейчас мы покажем, как происходил штурм всех террористов. Но перед этим я хочу сделать заявление. Считаем, что деятельность подобных контор на территории Российской Федерации имеет признаки террористической деятельности, так как настроена на подрыв доверия населения к государству, при этом извлекает обманным путём денежные средства у населения для финансирования террористических группировок, по нашему мнению. Также мне стало известно, что у этих моральных уродов высокопоставленные покровители, поэтому им удавалось всё это время работать. И при том, что в полицию на протяжении многих лет обращались сотни пострадавших, я бы сказал бы тысячи, и всем им отказывали в возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий. В связи с последними событиями мне поступают многочисленные угрозы. По последней информации, мне осталось жить совсем недолго. Видимо, мы разворошили это осинное гнездо, но наше дело правое, и нас никто не остановит. Прошу распространить этот сюжет, где только это возможно. Подключите своих знакомых, друзей, родственников. Распространите его. Мы не дадим таким конторам работать в нашем городе. Друзья, если вы пострадали от действий мошенников, связывайтесь с нами. Все контакты в описании. Звоните, мы обязательно вам поможем. По крайней мере, мы сделаем всё, чтобы справедливость у вас существовала. Если ты мошенник, то мы идём к тебе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Куда собралась? Куда собралась? Былать оттуда! Стой, стой, стой Что такое? Убежать хотел? Ну что, ну, мы с ней пошли Мы девушки зашли! Вот так Ага, это Игорь Павлович Игорь Павлович Стой, 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 стой Стой, стой, стой Вот еще один Мы еще один век, мы пойдем Конечно Стой, стой, стой Стой, стой Стой, стой Стой, стой Как звать? Зовут, как? Полиция приедет и разберется Зовут, я как? Сейчас, ну, куча ребят разберутся Как ты зовут? Полиция приедет Он, наш, на 40 тысяч еще хотел обмануть 20 заплатили Говорит, ну что давайте 40 хотите А вот, еще адвокат А вот, еще адвокат А вот, еще адвокат Вот, он а тоже хотел на грех На, вот Держите, держите 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 А вы довольны Держите А чё вы бегаете? А чё вы бегаете? Ты смотри, не бегай, а то подножка может помешать тебе. А, бюро юридических услуг. Полиция нужна? Я уже вызываю, вот сейчас. Да, 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 да. Пришли еды, которые в ФСБ, они ушли на пенсию и выможательством занимаются. Вот, ФСБшник. Он ФСБшник, на 100%. А я что-то, потому что... Идите, иди сюда. На наших, блин, вот так. Я взлёзы мью третий месяц. У меня сына нету. А вы мне 60 тысяч будет, это стоит. Они через забор дёрнут. Через забор? Да, как в лапедике. Ох, уроды. Почему два, там много было? Два, да. Они ещё деньги перевёрнут, 10 тысяч рублей. Говори, чё вы там... Тебе не нужна, тебе скорая нужна? Душать тяжело. Сейчас. Вот смотрите, вот послушай, как тебя зовут? Род свой закрой, как тебя зовут, шмо? А, как ты зовут? Петух, блин. Слушай, перевнимательно. Скажи, вот этих двух женщин, что ты удерживал 40 минут? Ты чё, не знал? А? Ты не знал? Ты не удерживал? Чепушиловая, петушинная. Ты не удерживал людей? Я не юрист. Ты, а кто ты? Кому ты втираешь? Деть людям? Что ты им рассказывал? Что ты им рассказывал? Что ты им рассказывал? Что ты им рассказывал? Что ты как деньги, охрёб? Вообще не нужно идти. Одел белую рубашку. Да не специально туда идут такие работать, братья. Задайте им вопрос, почему он вас удерживал? Комп! Почему он вас удерживал? Алло, вы так чё? Комп! Комп! На каком основании ты нас удерживаешь, заложники? Ты же будешь пешком, он тебя всё не шерпят. Нет. Нет. А вы здоровые, а? Вы уехали. А вы закрыты? Вы твоим напарникам. Здоровые. Нет, выходите, давайте, выходите, выходите. Здесь потасовка. Давайте, выходите. Ребят, ну это стать я серьёзно. Ах, всему, наверное, всё хочется. И худержишь? Да. Не-не-не-не, выходите, 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 спокойно, выходите. Не имеют они права вас удерживать, выходите, мы здесь все на улице стоим. Да. Подождём. Давай-давай-давай, выходите. Включи видео, пусть супруга видит. На Алексеевск-18 делали вызов, смотри, здесь людей удерживают незаконно, закрыли их и не выпускают. В заложниках держат. Ты не понимаешь, что ты людей кинул? Бабушка, у кого человек погиб, сын, ты кинул. Ты, ты кинул, и ты кинул. Взрослый дядя, у тебя дети есть, жена есть, наверное, и внуки даже есть. Они будут стыдиться того, что ты, глянь, сколько людей поперекидал, и ты бежал отсюда, от людей бегал. Разве тебе не стыдно, ты отец? У неё сын погиб, ты должен был хоть немного подумать. Они чмошники, они нихера не понимают. У человека, бабушка, которая пенсию откладывает на поездку. Послушайте, знаете, две чепушилы. Послушайте, вот бабушку, которая на 18 тысяч кинули, счётчиком у неё проблема была. Знаешь, что вообще проблема-то какая? 3,5 тысячи рублей это стоит. Мы скинулись, ей поставим, понятно? А вы чепуха. Взяли, отняли эти деньги, которые она заняла. А сейчас их отдать не может. Уроды моральные. Вам, тварям, здесь не жить нормальной жизнью. В Воронике, понятно? Люди вообще боятся обращаться в юридические компании за помощью. Что вы натворили? Посмотрите, сколько людей вы собрали. Извините наши деньги. Извините наши деньги. Извините деньги, люди. К вам люди идут, последние копейки несут, занимают, перезанимают. Идут за помощью, обращаются. Не стыдно. Ничуть не стыдно. Вы посмотрите нам в глаза. Я слёзы лью 3 месяца. У меня сына нет. Я вам последние деньги брал. Вот, к кассе подходили. Последние деньги принесла, заняла. Чтобы вы мне помогли. А вы что? Думают, думают. Да, мы раздумим. Господь тоже всё видит. Долго не наездишь на своей машине. Вы такой дорогой. Ты чего рот вообще открываешь? Слушай, понял? А он вообще без совести. А ты молодой. У тебя ещё молоко не обсохло на губах материнское. Понимаешь ты? А ты стоишь и уже хамство такое делаешь. Людей отбирает. И ты здесь что делаешь? Мы кого-то думали. Ты здесь что делаешь? Скажи, ты здесь что делаешь? А ты готовишь? Не правильно, что я здесь делаю? Не правильно. Это важно, потому что он уже с 90-х выходил. А вы, ты, куда идёте? Поймите. Кто, кто, хороший день на дороге с каждым? Легкие деньги! Кто, вы денег хотите, давай, вы что хотите? Где больше? Легкие. Кто, вы хотите денег, лёгкие? Лёгкие деньги? Шиклыкちょっと даниunk. Кто, вы эти деньги, они нашли, сметаны и оплевали. Полиция! Всё, парк. Збольте никого не пускать. Попьехали. С жрать подвехали. А там жигц Sale? Да. Та, подвехали. НА etcetera. Нない то, что ж přи, куда быстр ли самое? Нет, одна, вот эта подвехала. Тлая quite很多. Здравствуйте. Женёк, Женёк, ты ещё наблюдай там, хорошо? Воздуй, возьдуй! Смотри, Лёха, аккуратно. Алло? Вот всё уже, всё на месте. Всё уже подъехало. Да-да-да, всё уже подъехало. Всё, спасибо. Знаешь, кто? Шипнули в глаз. Инвалиду, ёбку. Кому? Мне. Вам шипнули? Мне тоже в глаз, а в шипнули. Сейчас обязательно, сейчас сотрудники полиции здесь приедут. Мне тоже, я вот. Охренеть можно. Мне прям в лицо пошипнули. Всё печёт, невозможно. Я только не понял, почему он вообще шипнул. Я не понял, я же говорил. Инвалиду тоже попало, получается. Сейчас сотрудники приедут по этому поводу заявление. И мне попало, да. А что, друзья, как крысы попрятались? Вас выручать не будут, да? А? Похоже, нет? Да? Вот видишь, друзья познаются в беде. Крысы. Согласен? Теперь вы поняли, да? Насколько крысы ваши, товарищи, да? Разбежались, как крысы. На приседания на бутылку тренируешься, да? На бутылку правосудия. Вот это, в душах. Да, вот. Я его в лицо просто не запомнил. На видео по-любому он должен быть. Слушай, не понял. Потому что я чувствую только, что-то пошло, короче, в ноздри уже. Я такой в сторону сразу, как вот облако такое. Смотри, какая охрана жёсткая вообще. Прям вот со стороны. Они этих не выпускают, да? Ты звонила этим? Они на ключ закрыли. Не на магнит. На магнит, да, они нажали его выше. Они на ключ закрыли, прикинь. А вы чё, они не могут попросить? Они там. Они говорят, там какие-то мероприятия. Странный бродукционный проводятся. Короче, у заложника удерживают, понимаешь? Ты зачем на девушку напал? Зачем телефон разбил, куртку порвал? Ударил? Зачем? Скрыться хотите? От чего вы скрыться хотите? Не от своей совести? От нас? Да вы от меня сейчас убежали бы. Ну вы от себя не уйдёте. Вы понимаете? Вы от себя, от своей совести. Вас внутри не грызёт. Бог побойте. Бога. Ну не грызёт. Но я одна пришла бы, если бы к вам. Вы посмотрите, сколько это только единица. Я не называю, что это много людей. Это единица. Вот. Но вы от себя уже не убежите. От правосудия тем более не уйдёте. Да, чтоб тебя крутым планом прям рожат. Чтоб тебя запомнили, если воронишься. Чтоб с тобой никто дел даже не имел. И родственники от тебя открыстили. Скажи что-нибудь хорошего. Ты понимаешь, что ты не прав? Знаешь вообще, чем занимается контора ваша? А как адрес. Знаешь? Чем? Скажи. Юридической помощью. Юридической помощью. Как и наша, да. Только наша не обманывает людей. А ваша что делает? Скажи, пожалуйста, что ваша контора делает? Не обманывает. А мы кто? Знаешь кто-то? Знаешь кто-то? А люди берёзы? А мы кто? Балабой. Все люди здесь просто так собрались, да? Мы говорим, что угодно. Все здесь просто так собрались. Много вы можете говорить, что угодно. Говори. Я и один говорю, да, кто вы есть. Зачем я тебя оскорблять? Ты знаешь, кто ты есть? Это что? И твои друзья такие, что ты. Деньги взяли. Адвокат потом на сервер твоей документировал. Знаешь, кто ты. Плюются, что ли, что это? Алло. Все все на расправу, да? Я за людьми с мужиком поговорю. Девушки. А КБР уже приехала. Пусть выпускают, скажи. Послушай, послушай. Подожди, 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 подожди. Пусть включит жена телефон, видео. И скажут, отпустите нас. Мы не хотим здесь находиться. Вы нас удерживаете незаконно. Там КБР приехала. Вы нас удерживаете незаконно. Вы держите нас в заложниках. Вот требуете на видео это все. Прикинь, они еще плюются. Охерели вообще. Смотрите, чем они кидаются. Чем, чем? Нас вот только что петухов запустил. Пастухов, вот что это есть. Петухов, пастухов. Что это есть, чем запустил? Не знаю. Ох, они себе это... Пастухов, петухов. Петухов, пастухов, пастухов, который он скормит, любит петухов. Пастухов, 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 пастухов. Требуйте, требуйте, чтобы отпускались. Вы обманутые. Обманутые вы. И вас обманут. Я заплатила 21 тысячи, а она уже обманули. Варенье сейчас. Варенье, варенье, варенье. Варенье, варенье. Ты прикинь. Вот уроды, а. Мы обманутые. Чмошники. Иди с мужиками поговорим. Педик. Ты представляешь, это вообще. Иди с мужиками поговори Детский сад, реально Вы что, дебилы там вообще Конченые Это помощники сказали наши Здравствуйте В заложниках людей держат Водой поливают, перцем Люди пострадали Для начала, кто вызывал полицию Да все вызывали, я вызывал Отпустят, открывают дверь Там людей за лыжикой удерживают Так, по порядку, подождите А что вы надели, что вы не наряд приехали Давайте выясним из листа Все сразу не говорите Давайте кто-то один Я всех сразу Для установления Не надо отстраняться Не надо отстраняться Ребята, что посильнее Пройдите сюда Все нормально Никуда он не денется Не убежит Уже не убежит Никуда не убежит Дети бежите Уже здесь сотрудник полиции Он еще применил меры Никуда не уйдет Безнаказанно Уже двое убежали За начало заявителям первые Как вас поменяли? Серов один Вы вызывали, да? Да, все верно Давайте тогда с вас начнем А вот девушка потерпевшего У кого у вас? А еще кто вызывался? Вы вызывали Объясним предпочтение У нас мальчик кидают Я не знаю, что там такое Проводите эксперты Изучим, что это в долине Может быть тут яд какой-нибудь Готовы кинули на эту работу Заявление у нас все готовы Вызывайте консервативную группу Здесь много надолго Всюду на работе Да, да, да До утра будем стоять Разбираться Отсюда Отсюда Конечно У них есть У них есть Комаро Это не из народа Это Комаро Потому что Комаро Это все Постуколки Не ставь воду Лить у народа А что? Куда отношусь? Сейчас он Я говорю Сейчас на долгие мероприятия Следите на оперативную группу Чтобы за вас Глаза закатываешь А что ты глаза закатываешь? А что не зря? Что глаза закатываешь? Что закатывается? Большие такие, да? А какой зиму? Световые у тебя Они прям вываливаются Посмотри, я вижу Смотри, как тебе стыдно Покайся Представляешь, что твои родители увидят вообще, а? Допускаю Они были гордиться Гордиться в кавычках, да? Как плюнут тебе в морду И любой житель Воронежа Вам двоим как минимум Плюнет в морду А может не только Да? Да? Если бы тебя кто-нибудь смотрел Да? И сына покрывает К сожалению Меня никто не смотрит Пастухок Что ты окно закрываешь? Покайся Выйди на колени Полиция приехала Вода закончилась Вода закончилась Вода перегрели Пастухов, отпусти людей Пастухов Безуслов Праздник Отпусти Пастухов Пастухов Выйди на колени Покайся Верните деньги, люди Слушайте, у них по-любому Сегодня были какие-то сделки У них по-любому есть деньги Сто процентов Первое Я делал заявление не одного У нас несколько заявлений Первое Удерживают людей против их воли Сейчас нужно их освободить Там три человека Которых не выпускают Пойдемте освобождать Вы сотрудник полиции Пойдемте Открывайте Неповиновение Законному требованию Сотруднику полиции будет Если вы сейчас дверь не откроете Мы родственники А заодно проконсультироваться хотели Как нам быть Просто-напросто Ее привезли Алло, мам Все нормально Мы доехали Все хорошо Ребенка не забудь обрать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Как к вам можно обращаться, Алина Ивановна? Ну, можно я так раз расскажу, что мы документы принесем. Мы с нами тоже парились, но у нас есть квартира. У нас произошло что? Мы приехали в заливку квартиры. Начали объяснять, что залито несколько квартир. Причем, причину нам, проживающая компания говорит, что нам сложно просто приезжать, а мы звоним. Факт в том, что залитие сверху откуда-то было, а доступ нам на чердак не дают. Слесаря туда проходили, есть информация, а нас туда не допускали просто-напросто, чтобы посмотреть. Наши предположения, вот жители, там много квартир пострадало, предположение, что они устраняли именно течь и заминают следы. Они ссылаются, что якобы у кого-то в квартире, возможно, стояк рванул. Но сам факт, мы начали жить, и просто приехали, разговаривали. Перебью этаж, какой у вас? У нас шестой этаж. Всего этажа? Девять этажей. Смотрите, начали жить и с соседями разговаривать. У нас получается, видно, посмежные вот какие-то... Сыни? Не-не, где вот стоят, ну понятно, мы залила квартиры, смежные даже. Получается, видно, где-то в перегородках лилась. Ага. Вот, лилась, и они, люди говорят, мы обращались по заявлениям, и нам до сих пор не дали ни акта, ничего. То есть, если бы житель залил, мы предполагаем, что, наверное, сразу бы нам сказали, что там квартира такая. Просто, скажем, там соседей много, мы пообщались, они, ну, знали, что, грубо говоря, как бы там родственница позвонила, сказала, что поедет. И они тоже вот говорят, вы узнаете, как что надо, может быть, коллективно как-то там с юристами... Можно так, просто, знаете, как бы, получается, сколько есть нас людей, обратиться так, чтобы... Факт в том, что там, понимаете, недовольные люди управляющей компанией, и залития, с их слов, уже неоднократные были, похожие, и они ничего не смогли добиться. Разговор шел такой, что возможно ли вообще сменить управляющую компанию, и, грубо говоря, в течение месяца это можно вот организовать? Люди готовы платить там расходы, все нужно. А почему хотим быстрее? Потому что сейчас начинается весна и благоустройство, то есть какие-то хотим территорию сделать там лучше, но чтобы, знаете, проконтролировать этот процесс, то есть смену произвести управляющей компанией, мы просто поговорили, по-любому, что нам нужно будет сопровождение. Там же есть процедура, как-то все правильно сделать. И мы хотим, чем быстрее, тем лучше, чтобы, получается, сейчас начнется опять у нас поливка. Ну, сами знаете, там, конечно, естественно. Но для всем очень большие деньги, при этом у нас залить еще было до этого в 14-м или 15-м, в каком-то четко было, не помню, или когда-нибудь в 14-м, начало 15-го. Ну, где-то, да, у этого. Еще по тому залить вообще ничего, потому что у нас квартира, она стоит, у нас бабушка там жила когда-то, и вот, она стоит бесхозная, то есть, опять же, работаем все, как бы мы сразу не знали, приехали, как обычно, платежку забрать, а там уже все. И еще, да, кстати, вот, тоже люди задали вопрос, с первой строки капремонт можно сделать, чтобы они выплатили деньги на первые, ну, с первой строки платежки? Смотрите, все, что касается денег, во-первых, первый вопрос, где это территориально, это в Воронеже? В Воронеж, Воронеж, Левый Берег. Управляющая компания у вас кто? Блин. Да я не помню, платежки надо смотреть. Блин, платежки, документы, он сходит, сейчас принесет, мы посмотрим. Там, просто мы редко. Ну, ладно, в общем, то есть в квартире сейчас никто не проживает? Нет, 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 мы узнаем, когда приезжаем, на соответствующие проблемы. Ну, там с соседями, как бы, если что-то глобальное, звонит, телефон есть, звонят, да, там соседи предупреждают, что там то-то, то-то, вот мы и приехали опять, сюрприз. А какого года дом постройки? Саша, сходи за документами, сейчас он принесет, но он покажет. Потому что, у нас получается, ну, я же не живем, да, вот, присядьте сейчас, секунду, сейчас, ну, даже на старый, потому что. Да, он, да, он не свежий, он не свежий, но не было, нет, естественно, в управляющую компанию обращались граждане, вот, они говорят, да, проведем, проведем туда-сюда, почему, почему, и вопрос был, как бы, ну, мы не живем там. Почему они сказали, спросите, можно с первой строки, именно, вот, грубо говоря, чтобы юристы взыскали с управляющей компанией на капремонт, на, грубо говоря, это самое. Ну, организовали, я не знаю, как там, правильно сказать, вот, все это. Смотрите, у вас здесь вопрос в том, что здесь в рамках даже проверок госорганов, чисто как физ длится, давайте откровенно, вы ничего не сделаете, даже всем домам, вот, даже всей толпой вы пойдете, как физ длится, вы ничего не решите, что делать, что это решать через госорганы. То есть, я имею в виду, что вам необходимо распоряжение вышестоящего, жилинспекция, департамент и так далее, то есть, именно областной уровень. Потому что, если, опять же, к чему я уточняю, либо Воронеж, либо область. Если в области, понятное дело, там, какая-то отдаленная управляющая компания, то жилинспекция, да, там, может все это решить. Если это в Воронеж, как показывает практика, в жилинспекцию, первый госорган, в который мы бежим, когда проблемы с управляющей компанией. Жилинспекция, все эти управляющие компании знают, опять же, своя заинтересованность, она также может быть. Ну, понятно. Ну, а как нам быть, вот, что нам делать, что вы посоветуете? Здесь, в любом случае, только письменное обращение. Во-первых, здесь необходимо установить, где конкретно эта проблема содержится. И, более того, если у вас проходит через квартиры, то есть, разные, я так понимаю, по стояку все они проживают, то есть, они заселены все, да? Да, 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 конечно. Ну, конечно, конечно. То есть, смотрите, здесь, получается, это тогда общий домовой имущество, потому что собственник, если у меня батарея течет, я же ненормальная, да, что какая-то там вообще больная. Ну, понятно, что... Течет и течет, ну ладно, буду согласен. Ну, о чем мы речь, и причем мы это неоднократно, вот со слов еще даже, там, бабушка жила, грубо говоря, со слов соседей, что это периодически такое бывало. А когда это течелось? Анжелка, да, мне вот на число вообще. Ну, смотрите, получается, мы приехали, это месяц назад был, мы брали документы, документы, платежки собирали, месяц назад уже было, сейчас у нас, если месяц назад был февраль, ну, где-то, наверное, как раз вот переход праздника в последнего года, вот это первый праздничный день. Почему мы говорили, они когда залитие было, ну, не списали, а никого нельзя было вызвать. Вот, обила, то есть... Ну, соседи, ну, соседи видели, что вроде приезжали, приезжали с управляющей компанией, якобы, там же у нас под замками этаж, вот, и якобы туда запускали. Когда там вроде люди хотели проникнуть, посмотреть, посмотреть, то с управляющей не пустили, якобы, это территория, которая, ну, недоступна для граждан. Ну, они говорят, что да, типа, они несут ответственность, якобы... Ну, сами, понимаете, когда юридически неподкованные люди послали, ну, люди развернулись и пошли. Как они говорят сейчас, технический этаж, вы сейчас от трубу споткнетесь, ногу сломаете, и нам выдвинете счет, что вы, как бы, на территории нашей ответственности, ответственности, как бы... У нас есть только заявление от соседей, кто писал, вот, принеси документы, сейчас мы вам покажем все. Ну, мы спросили, а вы как-нибудь, когда заявление писали, мы вам что-нибудь ответили, а они говорят, нет, типа, мы потом все, и отборную, ну, а по идее же они должны были прийти каждый к нам в квартиру посмотреть, наверное, что произошло. Конечно, здесь в любом случае вот эти вот причины их необходимо, и следствие, что конкретно у вас в квартире, именно поэтому по заличию сразу составляется... Потому что реально ужасно, там две стены обои отвалились, и на кухне вообще пошли. Ну, вы что нам вот посоветовать по данной ситуации, грубо говоря, можно... Вы сами подумайте, как вам проще в плесени жить, когда вы... Нет, факт того, что, ну, понимаете, вот, грубо говоря, все рабочие семьи, вот, по факту, люди не образованы, грубо говоря, там, бумажку даже составить, правильно, в какой кабинет дверь открыть, по факту. Вот, и получается, у нас футболит всех, люди бегают, как бы, не знают, к кому обратиться, понимаете, везде посылают, и эти говорят, идите туда, и те говорят, идите туда. Да, и по факту, как бы, у нас... Естественно, естественно, если бы все так просто решалось, уж давным-давно проблема решилась бы. Смотрите, установить, во-первых, проблему, естественно, здесь, это можно будет даже в рамках досудебки решить всю эту проблему, то есть по возмещению убытков это все, это не проблема. Ну, вы можете взяться, да, а по расходам примерно, на какую сумму, допустим, там, ну, пределах где-то, наверное, сколько квартир, Анжал, 6-7, наверное, квартир, это то, что мы, это только что мы знаем, а там, может быть, и больше быть надо, это опросить надо. То есть коллективно, мы почему ехали, нам сказали, вы узнаете, как бы, может, мы коллективно как-то, чтобы не каждый отдельно этот вопрос решал, там, и подавал бумаги, а коллективно как-то на управляющую компанию, там, обращение сделать, да. Потому что, ну, это неуважение граждан, сами понимаете. Вот здесь смотрите, чем вообще вам здесь можно помочь? Можно подготовить документы, но, понятное дело, что это будет только письменная переписка особого смысла, как бы вы направили, вам что-то ответили, да, это можно бесконечно делать. Здесь необходимо запускать представителей, то есть адвокат, ну, именно с адвокатским статусом, да. Да что ты, черт побери, такое несешь? Необходимый подготовленный заявительный, либо претензионный порядок с каждым документом выезжает, во-первых, управляющую компанию, во-вторых, естественно, жилы инспекции, департамент ЖКХ. Здесь госорганы привлекаются в том числе и для того, чтобы провести вот эти необходимые выездные проверки, потому что будь у каждой квартиры акт, да, это не проблема. В смысле выездные проверки кто будет приезжать? Это департамент ЖКХ, естественно, и жилы инспекции. От жилы инспекции нам не будет. То есть тоже платить им, да? Нет, это госорганы, здесь необходимо. А то, что требуется, это замотивировать, так скажем, госорганы реально подняться, провести выездную проверку. Как это мотивируется? В рамках законодательной базы, так скажем. То есть именно в рамках законодательства. Для того, чтобы это сделать, подготавливаются документы, представитель уже выезжает. Представитель, он представляет интересы от всех вас, то есть вам толпой бегать по кабинетам. Ну вот что, вот что, вот что и интересует, вот грубо говоря, по факту, чтобы не было, скажем, таких нюансов, чтобы, ну люди работают, просто времени физически не хватает. Я прекрасно понимаю. Сейчас, секундочку, я отвлекусь. Давайте я вам покажу, как это выйти, покажите все это консультанты, да? Сейчас я к вам подаю. Я понял. Грязно. Смотрите, у нас сейчас опять пожарное учение. Смотрите, сейчас поводу, 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 воду, воду, воду. Ты припинь. Пожарушки принимали. пожарное учение да и что значит это у нас администрации там но введение в общем неважно юридические организации проверяют именно чтобы у нас все было готово мало ли какие-то нештатные ситуации мне просто руководитель сказал необходимо выбрать потому что сами понимаете нас также могут наказать за это вот но в принципе этот а вы ко мне издалека не вас потом обратно не впустят в офис да поэтому давайте знаете как сделаем чё нас по представительству смотрите я вам просто давайте пройду чтобы что от нас требуется необходимые документы запускаем в процесс адвоката адвокат естественно ездит в каждый госорган это представление интересов то есть подготовка необходимых документов запуск полностью процедура я вам общее обозначу да в пределах 50 тысяч будет стоить это общее со всех вообще до квартир это сумма не меняется она прописывается в договоре то есть еще дополнительные расходы там я не знаю а еще дополнительные расходы у вас будут прописаны давайте покажу а мне секретарь пока мне просто станет да здесь у нас на тюрьму можно сходить да то есть смотрите дополнительные расходы у нас здесь будет в пределах этого в договоре прописывается я вам даже покажу вот здесь общая сумма то есть 50 тысяч вот здесь будет прописано вот где здесь вычеркнуто видите здесь транспортные расходы это порядка двух-трех тысяч еще вот здесь будет прописано все то есть вот эта сумма она у вас про составление бумаг там все остальное все входит 50 тысяч необходимые документы мы составляем все необходимые выезды даже если в ходе работы необходимо будет подготовить там еще какие-то обращения ну принципе сумма нас устраивает мне еще интересует знаете вопрос какой вот я задавал по поводу управляющей компании смены как быстро и как быстро это можно будет сделать здесь решение вопроса стоит за вами то есть за собственниками общим решением общим собранием собственников решается этот вопрос то есть нам необходим протокол сделать это можно заочно за за месяц вообще возможно vraag без проблем за месяц управляющую компанию меня это хорошие новости принципе над я думаю жители поддержим быстро но я за управляющей компании то что это мишка говорил чтобы поменять и это самоуправляющая компания говорит за месяц может сделать может я сбегаю правда у нас не впустит обратно ну ну выйдем с вами возьмете тогда их посмотри потому что нам важно нам людям надо дать ответ сказать что по этим документам какой набор еще у вас визитка осталось у меня на визитке указана электронная почта вы не тогда на электронку скинуть вот смотрите а у вас еще визиточка есть вот почта на нее сбросите на и тогда необходимые эти документы это квитанция я посмотрю что за управляющая компания вот мы тогда подготавливаем протокол как это да в теме для безума обязательно укажет интересно а чужой за это за учение не учение чего и учение безопасности анти террор не знаю а в блин у меня 4 заход человек 30 возле дома человек 30 около дома стоит а если учение что там кричат туда по сценарию обалдеть нормально не можем запустить уходи домой вызывай такси уходи а вы все сотрудники до что там вообще тебе как будто там драка идет узнать провокатор который короче дорожный контроль снимает пьяных там отлавливают людей провоцируют ну так вот некий сиров открыл свою юридическую компанию в итоге таким грязным образом станет конкурент приходили сами сначала 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 начали ну а чё не мочу давайте выйду поговорю хотя бы с ними да ну чуть за за это долбят на цене они с двери это провокация числе и вам нафиг не надо полотенском да и вроде как бы человек не последний как бы есть я не думаю что там если фамилии на назовут то там толпа бешеный ну а чё не ломится на тогда есть и это самая причина я не пойму туда до этого людей столько не приходили приходили в трое в четвером камере мы что-то снимали запустили их обошли потом не пускали их последний раз пытались провоцировать на неделю они пропали начались чуть-чуть но в любом случае сюда нам по гробу строить запускать я думаю не стоит гбр приедут разбираться ага из-за этого мудака уволили нормального следователя старченко из средств наукомитета какого мудака из-за серого а он чё просто спровоцировали да ну чё не помнишь что ли я ж тебе видюшку покажу генерал армия силённый все вспомнил 2015 год почему-то я не знаю но если там человека правда муж бьют а вы стоите здесь на двор бита есть дай мне я выйду сбитой над противом там немножко не в этом смысл никто там никому ничего не сделал по факту есть не вот не знаю мужчина говорят что 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 говорят это там кидаются на него он живот вышел сказал говорил же вы вроде здоровые ребята стоите это может там правда человека это стоим потому что и в двери он долбили упал и чему вот он не успел просто не понял что произошло ему сказали честно трогать его никто не тронет они специально провоцируют на что мы их трогали уже не первый раз в ситуации мы их разнесли уже и первый раз а-а-а наоборот не сосаживать потому что будет против нас всё сделано не ждать руками какие вот грязные венты происходит один раз только водой облили ну водичка всё да вонь такая поднялась что вообще кошмар а вы облили а теперь короче сейчас команды вообще не трогать Просто уже не первый раз такая ерунда происходит. У нас какая-то возможность. Возможности совпадают со здравом смысле. Наверное, мне так хочется. Там что-то вообще натор такой стоит. Я в шоке, надо просто. Ребята говорят, пока не выходите, будьте здесь. Ну, выпустим, пожалуйста. К сожалению, пока не можем. Ребята, сейчас руководство даст приказ. У нас ребенка еще забирать. Без вопросов. Сейчас руководство подойдет. Хорошо. И как бы вопросов нет. Хоть в окно посмотреть, что там происходит. А окон больше нет. О, как больше нет. Посмотреть, что там за дурдом происходит. Что там за дурдом происходит? Что там за дурдом происходит? Не пускают на дни, не выйти на стол. Ребята, по-другому придется. Мы пока по-другому не приедем. Мы никуда не выпустим его. Обалдеть. Да, да, да тут это, не знаю, что происходит. Короче, запечатались. Нас не выпускают люди. Говорят, что какая-то, да, говорят, что... Вот, ну, по факту, говорят, пока сотрудники ГБР не приедут, не это... Ладно, ладно. Мы понимаем, мы ничего уже что-то подумают. Не дай про помощь подраздачу. Ну, вы хотите пропасть под толпой, то... А им сейчас все равно. Дай. Не-не-не-не-не. Да дай выйду. Я сказал нет. Да пусти, ну... Я что, играться буду, блядь, нахуй. Откровай. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Ты понимаешь, что ты незаконно меня удерживаешь? Да ты понимаешь, что у меня ключей нету? Ну, подай мне, я в суд, что незаконно удерживаю. Именно я. Вы хотите с под толку попасть сейчас? Вы пустите нас, вы что, прикалываетесь? Мы пришли к вам за помощью, а вы нас не выпускаете. Я проконсультировался с вашим юристом. К сожалению, у нас ребенка забирать надо. По техническим причинам заклинило замок, мы ничего сделать с этим не можем. Я вам с удовольствием открыл бы замок. Вы пустите нас, вы что? Починить то, что я не могу. Как он заклинил, если вот бита сейчас держала? Видите, он, видите, низ открыт. Вы что, прикалываетесь? Это вы держали, оно сейчас заклинило. Вот, магнитный замок, мы от него не зависим. У нас ребенок забирать надо, выпустить нас. Ребят, я понимаю, как я вручу, я не электрик. Ребят, я бы с удовольствием помог, но я не могу помочь. Мы ждем сейчас ГПР, техника ждем. Сейчас предсотрудники полиции, мы вас выпустим. Мы не хотим вас удерживать. Послушайте, мы пришли к вам за помощью, а вы нас... Да мы не преследуем цели, я вам еще раз говорю, что техника, это электроника, видите. Мы ничего не можем с этим сделать. Ребят, я бы с удовольствием вас выпустил, ребят, мне от меня зависит. Едет сотрудники обслуживающие данную охранную сигнализацию, вот это все. Нет, вы вообще в разуме, что ли, я не пойму. Да я в разуме, это техника, женщина, извините. Это не техника, а у нас ребенок маленький, в садике. Я понимаю, я не могу ничего сделать. Вы попросили мать забрать, но она не успевает доехать. Ладно, постоим пока. Вообще капец какой-то, вообще ужас. Мало того, что мы с области приехали. Нет. А что вы так ерничаете, это не смешно, молодой человек, у вас, наверное, своих детей нету. Я? А я не ерничаю. Вы ерничте сейчас. Мы вот заходили сюда, двери открыли без проблем, а сейчас вот вы объясняете, что... Вот такая ситуация. Единственное, что могу кофе привозить. Ну давай кофе, что посидим. Вообще жесть. Ну какой надо, любой какой надо. Вообще страсть. Вообще я вообще... Смысл, если бы у вас детей, просто ребят нету, наверное. Послушайте, давайте... У меня детей нет, может, мы сейчас понимаем. Да я думаю, что брали. Форс-мажор. Я вообще в шоке, приехали за помощь. А скажите, мы-то с чем-то виноваты, вот мы конкретно. Я вообще в шоке, ребят. Ну мы, мы... Скажите, мы эту толпу привели. А что за толпа-то? Не говори, слушай. А что за толпа, вы мне расскажите. Что у вас происходит? Девушка сказала, у вас тут пожарная какая-то тренировка или что-то. Просто очень интересно. А то я боюсь, может быть, мы вообще домой не доедем. Вы точно нас выпустите? У нас, Ренат, ребенка забирать просто надо. Нам не интересно. Вообще капец. А, замечательно. У вас предваритель Чангачкук. Великие уши. Я вообще в шоке. Что же вы как руководитель такого хам мелкий у вас? Молодой вроде, я говорю, вообще жесть. Анжела, какой кофе будешь? Я не хочу кофе. У меня давление зашкаливает уже. Это что, не видишь? Чай будешь какой-то? Нет, я ничего не буду. У меня ребенок, а я здесь стою. Я уже пять минут с вами тут спорю. Нет, ребят, когда у вас будет ребенок, вы это поймете. Да, или когда перестаньте, переживайте уже. Нет, я просто... Нет, вы понимаете? Не трогайте мой телефон, пожалуйста. Я, знаете, я лично... Я понимаю, я просто переживаю из-за того, что... Ну, мало ли что вы со мной-то будете делать. Пойдите туда, пожалуйста, братан, не надо. Не надо, провоцируйте. Они многие лежат на ноги. Нет, вот просто вот эти два молодых человека, они сразу хамить начали. Ну... Вы понимаете, вы же... Они в своем возрасте будете. Вы юристы, вы юристы. Просто мы пришли за помощью, у нас одна беда там, она залила. Но вы на линии ванной рассказывали. У вас другая проблема. Да, в общем, в шоке. Преступная организация. А что это у вас происходит? Это наши конкуренты, которые пытались... Мы проходили с камерами сначала снимать. Два раза мы проходили... А ты знаете, я думаю, может быть, мы приехали в туристическую акцию? Какую-то организацию. Это у меня случилось с СИРО. Наике, как я, есть юрист, он транспортом не вспомнил, занимается начальником странственным. Прямо по-разному. Скажите, с какой он, получается, там, не вспомнил? Пришли сюда. Серьезно? Поснимали. Слушай, ну, у нас же не 90-е. Вот я тоже. А причина? Ну, видимо, есть там кто-то на птенке, почему я вообще не вспомнил. Нет, я говорю, это такое агрессивное мнение, это очень много. Прорваться, пытались, у них просто... Первый раз они прошли, все тут отсняли, ничего не нашли, ушли, все. Начали клиентов, наверное, сформулить, засылать. Ну, такие, с кровати, с кровати, с кровати. Санек, нас взяли в плен, походу. Вот. Вот, вот эти лица, мы к ним больше не придем. Вы-то хотя бы тут, как говорится, рабочие. Вот, может быть, Карина Ивановна, мы придем к этому молодому человеку. А вот с этим вот хамом мы не придем. Потому что он хам самый главный. Мне он кофе не давал, потому что я его не буду пить. Ну, просто, вот он хам. Потому что я говорю, я вообще в шоке. Мы тут, Арицелин Ивановна только добазарились, как говорится, до каких-то дел. Нет, это условие, я ему объясню. Вот, это хам. Я просто... Мое, Вальга Ивановна. Вальга Ивановна, влепите мне по щечкам. Ужас. Извращенцы, сыщиков с его. Да нет, на самом деле, тоже на него было все скажем. Но, как если у нас происходит, человек работает... Вообще капец. Нет, по факту, поймите, и нас. Нет, я вас полностью. У меня мать, он волнуется от давления на суде. Там ребенка забирать надо. Там толпа, реально толпа. Да, сам весел, что мы их не знаем. Ну, проще, чтобы он у них так не придет. Ну, вот они этого и добиваются. А вы думаете, вот чего данная акция сделана? Ну, просто люди не приходят толпой. Люди не приходят? Ну, если по 500, по 1000 каждому дать, они еще и не так придут. Ну, смотря... Ну, что, не видели, как митинги набирают? Вот здесь есть митинги. Ну, я смотрю, митинги, понимаешь, там, ну, молодежь в основном на митинги, на отца. А здесь, вон, я смотрю, и пожилые есть люди. Значит, подороже заплатили. Да, вон там молодежь есть и все остальное. Хотя, в принципе, все равно хата за 10 лямов, он может себе позволить. Ну, я его не знаю, поэтому не знаю, за сколько у него там хата. Да, думаю, мы его недавно узнали. Там и с камерами даже. Это ради чего сделанных. Просто так думали, что толпа пришла, а кто его не увидит. Конечно, с камерами, специально. Шутки шутками, ну, блин, мы-то не заложники здесь, по факту надо. Чего надо не выпустить, вот по факту. Может, они нас здесь будут и ночевать надо, мы что здесь будем? Я говорю, есть один вариант, но он вам не понравится. Какой? О, окошко. Ну, здравствуйте, я девчонок буду через окошко выпускать. А я сказал, что он вам не понравится. Ну, двери откройте. Я не могу, у меня ни ключей нет, ничего, тем более она сломана там. Ну, я говорю, ну, по факту это получается незаконное удержание граждан. Законное удержание граждан, это камерами на митинги. Против воли есть уголовная статья. Правильно, статья 127. Уголовный уход из Российской Федерации. Законное лишение свободы. Да, в данный момент идет вот именно против... Последствия Средственного комитета и... Ну, по факту идет вот сейчас данный момент. Именно против нашей воли на, как бы, это, удержание. Нажимай, ну, нажимай, ну, истерично. Давай я нажму, истерично. Я вот так нажимал, истерично. Раз, 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 раз. Звук, истерично, истерично. Да, жди пульт. Меня, я выхажал. Еще нажимай, еще нажимай, долби пока нахуй их кнопку. Вас в заложниках удерживают? Говорят, что вы, вам что надо, все-то. Вы потребуете, что вас... Вас в заложниках удерживают? Ну, по факту говорят, что это самое... Вас удерживают против вашей воли. А что вы собрались? Что у вас за проблем? Вас против вашей воли удерживают? Ну да, говорят, что сейчас не откроют. Требуете, что вас отпустили. Требуете, что вас отпустили. Не пускают, на замок закрыли дверь, а говорят, что вы непонятные любви. Потребуйте, потребуйте. Требуйте, что вы пускали. Вообще, что вы собрались в шоу? Вы обманутые. Обманутые вы. И вас обманут. Требуете, что я заплатила 21 тысячу, она уже обманула. Смотрите, сейчас все на другом этаже. Подводите. Ты припинь. Вот уроды, а. Эти кричат, что обманутые на блокно. У них предположников. Причем, по их, их не разборки, а мы теперь будем сидеть. В другой раз, в другой раз, я думаю, что не так вообще. У кого ключи? Может, хватит, правда, играться, выпустите нас. У меня нет. Ну, у кого? Кто закрывал? Руководителя, наверное. Ждем руководителя. Не, ну, а что мы играемся? Шутки шутками, ну ладно, ну, постояли. Сейчас приедут ГБР, да, уже стоим больше. Вы видели, сколько раз мы кнопку нажимали? Ну, я понимаю, что на замок закрыто. Ну, открывайте. Вы незаконно троих человек сейчас в данный момент удерживаете. Телефон 112. Звони в милицию. Жень, иди сюда. Что это откроется? Ну, конечно, давай. Ну, ты далеко, не это, там где-нибудь. Блокируйте вверх и вот эту зону. Проходите сюда сейчас. Ладно, давай. Так, вот эту зону. Вот эту. Вот эту? Проходите, проходите. Сейчас, подключите. Ну, вы что, хотите, чтобы на меня это самое вы... Они на вас не будут, не переживай. Как они определяют? Ну, вы не тут истаньте. Как они определяют? Давайте решайте. Вы что-то мудрый какой-то человек. А вы тоже сюда, на консультацию? Я на консультации. Да вы что, кричите нас. Да я не кричу. Я на курсе, он хочет нас, чтобы... Да я уже аварию, выпустите нас, они нет, не выпустят. Открывайте! Неповиновение законному требованию сотруднику полиции будет, если вы сейчас дверь не откроете. Полиция открывает! Откройте, потребуйте открыть дверь. Открывайте дверь, и сотрудник стучит к вам. А почему же отвергаетесь? А там что-то спустил. Я смотрю. Ребята, вы спустились уже, давайте открывать. Мафия, бессмертная. Выпускайте заложников! Не удерживайте людей против их воли! Все меньше, если вы будете попал. Вы вызвали с оперативной группой? Отлично. Знаете, смотрите, какой расклад. Эти все личности, которые там находятся, их все нужно установить, все их личности, потому что они должны каждый ответить по закону. Нет, кто там находится конкретно? Мы говорите. Там три человека. Три человека. Двое. Мужчин открывают. Я не пущу, люди. У нас логический перерыв. У нас работа, у нас работа. Есть приказ. Проходи. Я сейчас на особо. Заходи. Заходи. Игорь Павлович, заходи. Игорь Павлович, это махотрудник. Мой человек. Полиция! 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 Вы видите, что делает, блядь. Тихо, 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 тихо. Они бьют меня обратно. Ладно, кучу, говори. Он меня сошел. Он меня сошел, больно. Тихо. Ты че? 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 Ты не с мужиками разговариваешься. Какие мужиками, а? Какие мужиками? Сады пидорасы. Молодец. Приходите, прикольте, готовые действия. Компания закрыта. Стой, 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 стой. Что с тобой? Что с тобой? А, тихо, тихо, тихо. А-а-а-а! У меня к вам огромная просьба, если вы поддерживаете нас в нашем нелегком деле, и если вы еще не подписаны на нас, подпишитесь, поставьте палец вверх, обязательно напишите комментарий под этим видео и распространите среди друзей, знакомых, и для этого дела. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»